Продолжается вечер на Тагил-ТВ. И у нас в студии появилась гостья Маргарита Вячеславовна Кузовкова, заместитель директора Нижнетагильского музея-заповедника. Добрый вечер. Здравствуйте. Не так давно состоялась Ваша встреча с главой города, на которой обсуждались возможности развития музея, музея-завода, и превращение его в экоиндустриальный ландшафтный музей-технопарк. О чем договорились высокие договоривающиеся стороны? Ну, мы можем начать с того, что мы уже несколько раз встречались с главой, и это для него не первое знакомство с территорией, потому что еще будучи директором Нижнетагильского металлургического комбината, он имел счастье или, как говорится, обременение курировать эту площадь старого Демидовского завода и технологически, всяко-технически помогать его в сохранении. Вот, будучи в новой, как бы, назначении, как бы, мэра города, конечно, ответственность намного возросла, и сегодня он уже, наверное, раз третий или даже пятый был уже на территории, и с определенными, ну, как бы, такими решениями проблем, это смотрели инфраструктуру, потом качество, сохранность зданий. А вот вы говорите о совещании, которое было 23 января, то это было уже такое прицельное совещание по поводу перспективы развития вот этой старой территории. Во-первых, она занимает центр города, это очень важно, и в структуру города она должна очень плавно и хорошо вписаться. То есть на этой территории должны быть реализованы какие-то амбиции, либо определенные направления развития всего города и округа Нижнетагил. Поэтому нами была предложена вот эта концепция экоиндустриального технопарка «Старый Генедовский завод». А вот что это вообще такое? Это вообще такое для, если говорить вот серьезно, то это такое сложное название, которое несет такое инновационное, будем говорить, название в современном стиле. А так это старая территория, которая будет подвергаться реновации, то есть восстановление. Экологическая составляющая будет основа этого технопарка, а сам технопарк, как и реал, индустриальный технопарк, это будет Всероссийский центр инновационных технологий машиностроения и металлургии с 19 по 21 век. То есть это будут здания, в которых будет размещены производство, ну и те технологии, которые сегодня необходимы для развития металлургии и машиностроения. Новые совершенно технологии. То есть это будут действующие производства? Да. И одновременно музеи? Да, да. Ну, музей это уже не будет практически называться. Это будет именно технопарк, в который будет входить историческая зона, которая будет сохранять историческое наследие, потому что это индустриальный памятник. Вот. Производственная зона, которая будет в исторических зданиях иметь новые современные производства, это будет действующий вариант. И историка досуговая, это там, где будут размещаться какие-то развлекательные моменты. То есть мы детский технопарк там хотели под открытым небом, планировали и молодежный центр для экстремальных видов спорта. А что представляет собой завод-музей сейчас? Ну, завод сейчас... Ну, просто многие его воспринимают просто как нагромождение старого ржавого металла. Ну, простите. Я не знаю, наверное, это как-то даже некорректно. Во-первых, это как бы исторический памятник. Я извиняюсь, что придется об этом повторять, но это неотъемлемая часть нашего города, с которого все началось. Так как проекту уже очень много лет, и все понимают, что немножко период этот затянулся, вот поэтому, может быть, вот такие уже нелестные высказывания, которые по внешнему виду, наверное, достойны этого слова, а по сути, конечно, никогда. И сегодня это наполовину действующий объект, потому что там еще находится производство Евраз, НТМК. И наполовину это музейная зона, в которой находятся областные и федеральные памятники. Это Мартыновский цех, это уникальный цех, это механический цех. В чем причина, что мало что меняется? Мы начинали в 93-м году. В смысле, парк, сама идея, вот музей-завод, она была намного раньше, в 87-м году, при закрытии этого старого завода. А пролонгирована так она длится, потому что идеи, концепции, они немного не сочетались со временем. Страна, Россия менялась, собственники на предприятии менялись, поэтому вот этот процесс, он как бы затягивался. И с 2009 года мы сделали, ну как я считаю, извините, вот такую концепцию, которая могла бы сегодня соответствовать духу времени. И, естественно, направлена именно на сохранение вот этой выведенной из обороты старой промышленной территории. А у нас с вами их в округе более 20 таких точек старых заводов. Но только не каждый имеет честь быть сохраненной, как вот заповедной зоны. Считается, что в России вот этот вот завод-музей – это уникальное явление. А есть ли вообще прецеденты именно сохранения старых промышленных территорий и трансформации их в музеи? Да. В России, а в мире? В мире в основном опыт очень большой, в России, я думаю, только частичный. И этот опыт в основном направлен на музеификацию. То есть вот такие старые площадки, они превращаются просто в музейные площадки. Но для нашего города, я считаю, что эта идея, ну, по крайней мере, может воплотиться как в действующее производство. Поэтому она у нас и идет по схеме реновации. То есть восстановление и вложение нового экономического смысла в эту территорию. – Существует такое мнение, что вот за словом создания технопарка скрывается развитие в центре города каких-то опасных грязных производств. – Мы говорим о инновационных технологиях, которые могут быть располагаться и в центре города. Пожалуйста, у нас большой пример в Статгольме, в Германии, когда существуют маленькие фабрики, и они совершенно не нарушают экологию. – Эмшир парк. Посмотрите, река Эмшир когда-то была просто сточная канава. Вот мы с ними, я и почему о них и сказала, мы начинали, в принципе, вместе с ними. Но сегодня это известный на весь мир индустриальный памятник. А мы сегодня с вами, вот уже, как вы даже упрекаете, 20 лет находимся в такой стагнации. – Все-таки, что сейчас производится на территории этого музея, завода? Там же есть действующее производство, вы сказали? – Да, действующее производство. Там площадка Евраз-НТМК. – Что там производится? – Там ремонтная цеха, там сервисный центр. То есть предприятия, которые обслуживают основную площадку комбината. – Опять-таки, есть такое мнение, что за это время вот эти вот все постройки, они потихонечку разрушаются, и сейчас первонаперво их нужно сохранить. – Да, они разрушаются, и их разрушают, можем так даже сказать. Поэтому, конечно, первая очередная задача, она связана, конечно, с ландшафтом. То есть вы понимаете, что территория достаточно большая, это 30 гектаров, это единый комплекс, который ни в коем случае нельзя никак-то разделять. Поэтому он требует большой экологической реабилитации, как водные ресурсы, потому что это площадка вододействующего завода, так и ресурсы, почвенные и разнообразные каналы, которые просто не то, что они прорезают саму территорию завода. Поэтому основное – это экологическая реабилитация, восстановление нормальной дренажной системы, не так, как сегодня все затоплено. Плотина – это стратегический объект для всего города. Поэтому это самые большие основные мероприятия, точно так же, как на равной доле и охрана этой территории. Это очень существенный и серьезный вопрос. И третий бы я назвала, то, что мы с вами должны понять, что мы должны внести изменения в генплан город Нижний Тагил по той простой причине, что мы должны срастись с этим городом и функционировать как единое целое. То есть планов громадье, но ведь это наверняка потребует весьма существенных капиталовложений. Да. Откуда предполагается их брать? Ну вот по нашим планам и по концепции мы предлагаем на эту территорию консессионное соглашение. Вы понимаете, что сама по тебе территория, она неоднозначна. Есть части, которые вливаются, либо врезаются даже в часть города и представляют для инвесторов, естественно, очень привлекательными могут показаться, потому что на них можно вести какое-то капитальное строительство. Но у нас остается самая незащищенная и уязвимая часть, это центр завода, где находятся памятники, где находится сам архитектурный комплекс производственный из XVIII века. То есть мы, объединяя эту территорию, предлагаем консессионеру взяться за развитие всей территории на основе консессионного соглашения, когда государство будет предоставлять право владения этой территорией, а консессионер, используя льготы, предоставленные государству, будет вкладывать средства в развитие этой территории. То есть те бизнес, тот, который будет на этой территории развиваться, он будет отчислять средства на историческую зону. И вот на эти средства, внебюджетные, будет существовать сама историческая зона. Конечно, бюджет будет, естественно, федеральный, там, областной, местный бюджет, естественно, будет участвовать, но это будет не основное средство на реставрацию, на модернизацию этой территории. А эти консессионеры, они уже есть? Какие-то договоренности достигнуты? Ну, пока достигнуты я не могу так сказать, но разговоры ведутся, потому что, знаете, очень важно для таких серьезных вложений, какие будут со стороны государства преференции. Сейчас очень много это слово произносят, и налоговые преференции, и преференции на кредиты. То есть, это такая серьезная сфера, что я думаю, что ее, наверное, ей будут заниматься правовики и юристы. Но такой опыт существует в Европе. Я еще раз говорю, Эмшир Парк, другие музеи индустриальные, которые в той социальной сфере полезны именно выглядеть как музеи. Но у нас это, конечно, будет такой СИБИОС, можно так сказать, такое комплексное развитие этой территории. – Когда вот эти изменения, ну, они будут видимы? Когда мы их увидим? – Я понимаю, мне, знаете, даже может быть и приятно, я понимаю, потому что мне самой даже сегодня быть в эфире немного стыдновато. По той простой причине я понимаю, что 20 лет об этом проекте говорят. Но я прошу, как бы, отнестись с терпением. Поверьте, мы что можем, то делаем, я надеюсь, новый административный ресурс. И тот ресурс, который у нас был в прошлом, администрации города, он все-таки поможет нам сдвинуть этот проект и заявить его как пилотный для развития, простите, территории всего города Нижний Тагил. Этот проект не может существовать отдельно, поэтому как будет развиваться город, так будет и виден результат в развитии этой территории. – Как попасть в ваш музей? Правда ли, что только через забор? – Нет, по телефону вы нам можете позвонить. – То есть вам предполагает договоренность? – Конечно, да. Так как все-таки сохранность завода и там еще существуют действующие производства, она еще остается как бы желать лучшего, то есть мы не можем гарантировать свободный доступ и возможность посетить, чтобы как-то избежать каких-то несчастных случаев, потому что это все-таки производственная площадка. Поэтому надо позвонить по телефону, и мы с удовольствием примем экскурсии. Но сезонность еще имеет. Допустим, сейчас, конечно, мы не берем экскурсантов по той простой причине, что достаточно опасно по металлу ходить все переходы, в основном металлические. А в летнее время – пожалуйста, в любое время. – Будет ли вот этот вот технопарк более доступен для посетителей? – Да, спасибо. Вообще замечательный вопрос, потому что я бы, наверное, забыла об этом сказать. По той простой причине сама идея вот этого технопарка, она предлагает клубную систему владения этой территорией, точнее использование этой территории. То есть ты можешь зайти на целый день на эту территорию, ну естественно, так как будет серьезно охраняться эта территория, это все-таки такой непростой объект, он все-таки производственный, но будет все так безопасно обустроено, что ты сможешь даже пройти на площадку действующего производства, вот, и посмотреть, и вплоть до детей, сопровождений взрослых и экскурсоводов, это будет все доступно. – Все-таки это будет чем-то похоже на Диснейленд или больше на производство? И какие производства там будут расположены? – Вы знаете, я думаю, что это не будет Диснейлендом, это точно. Ну, по крайней мере, вот в концепции я этого даже не допускаю. – По разным, как бы, извините, причинам. Это будет детский технопарк, вот одна часть территории будет отдана под детский технопарк. – Что такое детский технопарк? – Во-первых, там будут и расположены оборудования, точнее, это будут такие простые механизмы, которые доступны, будут понять ребенка, ребенку он даже будет участвовать в их функционировании. У нас есть такая заготовка, допустим, как действует водяное колесо, да? И ребенок может увидеть водяное колесо не в размерах, допустим, колеса, по которому бегает, кто там, белка, вот, потому что водяное колесо, оно немножко похоже на такое вот колесо с определенными лопастями. А это будет большое колесо, как это было в жизни, 7,5 метров, на которое падала вода, извините, и зимой, и летом. Поэтому наш детский парк, он будет использоваться и как в зимний период, и так в летний период. И ребенок может понимать, что такое природа, что такое человек, и что такое индустрия. И власть свою, так как над природой и над индустрией, он сможет проследить, посещая вот эти от объекта к объекту. Конечно, это будет в виде аттракционов, и, наверное, это будет замечательно, потому что мы еще имеем опыт использовать этот объект, и в ночное время, это тоже очень красиво. То есть это будет больше, чем Диснейленд, это будет хороший такой детский технопарк. Понимаете, суть не в том, чтобы показать ребенка и задавить его мощью индустрии, либо какой-то силой, та, которую дает машина, и которую ты не можешь дать как человек, а суть в том, чтобы показать, во-первых, определенную возможность человека над теми законами физики, химии. И все-таки вы сказали, что там будут в том числе действующие производства. Какие они будут? Ну вот, если говорить уже так по-взрослому, как говорится, мы планируем, у нас определенные средства выделены на реставрацию и модернизацию паровой машины Демак. Это паровая машина немецкая, Демак, которая пришла сюда на Урал во время войны в 41-м году, когда эвакуировали листопрокатное производство с Путиловского завода. И сегодня, с момента закрытия листопрокатного производства толстого листа на Нижне-Тагейском металлургическом комбинате, она попала сюда, на территорию музея, на эту заповедную зону. И у нас сейчас есть в планах ее восстановить. То есть, чтобы она функционировала. Музейный экспонат. Да, но она музейный экспонат, учитывая то, что у нее размеры 10 на 8 у нее только по фундаменту. То есть, это достаточно высокий, большой, огромный экспонат, который будет частью этого технопарка. И видя, как работает настоящая машина и функционирует, тебе будет проще понять, как работает тут же рядом машина из дерева. Мне немного непонятно. Это все-таки будет настоящее производство или какое-то не вполне настоящее? Мы сейчас говорим о детском технопарке. Я вам говорю о детском технопарке. А, это о детском технопарке. А настоящее производство, да. Ну вот у меня, допустим, вот как у человека такого на сегодняшний день не очень связанного с производством и просто знающим понаслышке, может быть, многие как бы упрекнут. Но тем не менее, я бы хотела, чтобы у нас, допустим, был литейный цех, функционировал. И мы осуществляли литье медных форм. То, чтобы смогло цельных медных форм для доменных печей, по японским технологиям, совершенно стопроцентно экологически чистым. Но это было бы и полезно для территории, в смысле, да, для предприятий металлургических. И точно так же это можно было бы смотреть, такие инновационные технологии у нас с вами в зданиях. Все-таки, что это даст Нижнему Тагилу? Вы знаете, это такой социальный хороший проект, который способен изменить стратегию развития города Нижнего Тагила. И я в этом глубоко убеждена. Во-первых, я думаю, все понимают, а может быть, и не понимают. Поэтому я позволю себе сказать, что существует идея создания индустриально-ландшафтного Демидов парка. И экоиндустриальный технопарк – это только первая очередь реализации этого большого проекта, который изменит стратегию города Нижний Тагил в какое направление? Во-первых, это новый подход к территориям, которые выведены сегодня из оборота. А это у нас с вами половина Урала, старые Демидовские заводы, они по всему. То есть мы подадим новую правовую конструкцию, новый экономический смысл в эту территорию, и она впишется и изменит город Нижний Тагил. По территории завода протекают две реки. Основная наша река – река Тагил и река Рудянка. И если вы только на секунду из жителей нашего города задумаются, что у нас с вами большое зеркало пруда, в которое втекают, либо попадают практически десять рек, крупных рек, которые сегодня нивелированы, сегодня загрязнены, как город изменится. Поэтому, начиная с территории старого завода, мы потихоньку начнем менять образ нашего города Нижний Тагил. Ясно. Спасибо вам за интересный рассказ. Напоминаю, у нас в гостях была заместитель директора Нижний Тагильского музея-заповедника Кузовкова Маргарита Вячеславовна.